Ее жизнь и ее искусство тесно взаимосвязаны, рассказывает известная во всем мире самарская художница Алиса Самаринкина. Поэтому не случайно персональная выставка в областной библиотеке в галерее «Новое пространство» называется «Изломы». Мастер работает с разными материалами. Керамика, декоративное панно в технике батик, мелкая пластика из фаянса и просто картины. Почти вся ее мастерская, а это более 400 работ, выставлена для посетителей. Через ее искусство самарцы смогут узнать о ее непростой жизни. Я разный художник, очень, неповторяющийся. Получается, что плюс еще работаю в разных техниках. И это было сложно немножко сочетать, как это будет сочетаться все вместе. Как бы автор один, но очень разный. С каждым переходом, с каждым изломом, так называемый, человек растет и меняется. У меня был очень сложный период, когда не стало моего отца. Это 2000 год. И чтобы как-то быть ближе к нему, я смотрела на его работу. У меня тоже был художник. И по его эскизам, по его каким-то зарисовкам я сделала вот эту серию работ, которые в том зале, чтобы немножко быть ближе. И это меня немножко лечило. Член Союза художников России Алиса Самаринкина выставку готовила целый год. В каждой комнате галереи зритель увидит определенный этап жизни – творческие и душевные искания и изломы мастера. В ее удивительных работах организаторы уверены – выставка обещает быть самой насыщенной и разноплановой. В ней представлены как первые произведения художника, так и еще находящиеся в работе. Это итог многих лет труда, подчерст тяжелого, сделанного хрупкой девушкой. Эффект бомбический. Это красиво. Во-вторых, он почувствует свет и тепло этих рук, которые сделали такой фантастический объем прекрасных вещей. Представлены на выставке изломы и картины, признанные шедеврами во всем мире. Например, за одну из них Алиса Самаринкина получила президентскую стипендию на выставке «Лики России». Увидеть и оценить творчество гениального самарского художника можно до 7 октября в областной библиотеке в галерее «Новое пространство». Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.